подожди ребят все спокойно чтоб все было спокойно хорошо мы вам один выход оставим надо 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 вот здесь мы поставим камаз поставим понимаешь почему поставим потому что из-за того из-за сюда сюда езжай сейчас придут разберемся что разберемся знаешь почему камаз поставить потому что у нас скоро начнется голод а у нас нормально нормально будет все точно а вы сыты до ленцов сыт ленцов сыт спокойно спит владимир владимирович спокойно спит он там в москве у себя в кремле 30 тысяч детей оставили на поставили перед перед на грани голода скоро начнется здесь это и вам сладко не придется вы не думайте что будете концерт играть тут как захотите будете вести себя как они бы выключаю я это это не выключает камаз мы все равно перекроем ты бы ты сильно вы не баба это не старайтесь ничего с не получится позвоните владимиру владимирович сказать и ты сыт хорошо спишь володь как нам с вами еще разговаривать а что вы хотели 120 тысяч загнали в плен 30 тысяч детей и загоняете на на геноцид до на голод ставите и не нужно вот этот автомат мы ничего не боимся ребят ты вот не мешай нам не могу не могу а можешь на вопрос ответить вы выполняете свои обязанности точно а почему латинский коридор перекрыт готовы 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 давайте вместе поедем вместе поедем открой что добрый вечер мы перекроем вам все тут входы-выходы оставим скажу затем что вы поставили 120 тысяч населения из которых берем никого никого не уберу знаете почему потому что когда мы с вами разговаривать отвечаю почему мы разговариваем с вами с камерой потому что когда без камеры разговаривает ну говорят одно а потом говорит ну это было не так я такого не говорил мы ничего не говорим нет вы в любом случае мы здесь все перекроем вам доставим один выход будете выезжать заезжать не будете потом мы если вопросы не решаться а кстати что если вопросы не решаться потом мы возьмем аэропорт понятно тихо тихо делом и да мы все тут возьмем это наше это не ваши вы ребята тут гости понимаете время конечно вы время конечно вы временно но вопрос не в этом вопрос в том что из-за блокады латинского коридора мы имеем серьезные проблемы очень серьезные проблемы эти проблемы могут перерасти в массовый голод представляешь если у тебя ребенок будет голодным и ты не будешь как ты будешь себя вести как ты будешь себя вести камеру вот камеру будешь выключать да точно а мы камеру не выключим начи до были свои обязанности не выполнять что касается до таких коридоров открыта мы выполняем в предел своей ответственностья но я не компетентным в этом разговоре а в чём вы компетентным мы не можем с вами и зовите командование не respond уж не был и не будет золот посту командование ваш правительству будет разбIGHTER наше командование схемы мы будем разговаривать с вашим командованием командованию передательно командованию передайте Что мы будем с ними разговаривать Мы знаем, что им удобнее с правительством Но им придется разговаривать неудобно Потому что говорить они будут С нами и со всем народом Который ваш верховный Главнокомандующий загнал В плен и поставил На грани голода Скоро здесь начнется Тотальный массовый голод И представляете, что все сюда придут 120 тысяч населения соберется сюда Вы должны будете за это ответить И ваш президент тоже должен будет За это ответить Потому что если вы не останавливаете Этот геноцид, который Алиев начал Владимир Владимирович автоматически Становится соучастником геноцида Понимаете? И вы тоже, между прочим, косвенно Но вопрос-то не вас Вопрос в вашем командовании и в вашем верховном командовании Что касается, если вы считаете Что вы тут нам помешаете что-то сделать Вы ничего не помешаете, ребят Знаете почему? Потому что правда на нашей стороне Потому что... Ну пусть это будет ваша правда А ваша правда это чтобы Детей довести до голода, да? И уничтожить Я этого не говорил Зачем вы переворачиваете Потому что... Я этого не говорю Вы этого не говорите Вы это делаете Ваша верховная Владимир Владимирович Путин Он это делает И знаете, как он это делает? Однажды он Алиеву сказал Что вопрос Карабаха решен Остальное дело техники Вот теперь мы только понимаем Какая техника у Владимира Владимировича Это означает 120 тысяч Загнать в плен Поставить на грань голода И заставить, чтобы они подчинились Не получится Не получится Если вместе с его товарищем террористом Алиевым Они считают, что можно на карабахцев надавить Голодом, не знаю, там Войной И поставить на колени Ни хрена Карабахские на колени Не становятся Просто не становятся И пусть забудут И Алиев И ваш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Понятно? Дальше? Ну хорошо так хорошо Хорошо так хорошо Ну что, собираемся, да? Не Ленцов случайно к нам? А кто? А нам большая разница Нам большая разница Что? Камеру, камеру уберите А почему мы должны камеру убрать? Почему мы должны камеру убрать? Добрый ночи Добрый ночи На территории находитесь, понимаете, скажем так Которая нарушает нашу безопасность Какую вашу безопасность? Такую нашу безопасность А нашу безопасность вы не нарушаете разве? Я же не знаю Ну я откуда знаю, понимаешь? Мы люди военные. Нам приказали, мы прибыли сюда. Мы люди подневольные. А почему вы не выполняете приказ вашего президента? Приказ в чем? Потому что есть заявление от 9 ноября, где записано, что контроль над Лачинским коридором... Подождите, не кричу. Дайте я доверю. Подождите, подождите. Вы говорите с вооруженного силы в Российской Федерации. Да. Понимаете, вооруженный в Российской Федерации это инструмент. Понятно. Понятно? Нам задачу поставили, мы ее выполняем. Не выполняете? Нет. Это вы не так немножко. Вам нужно разговаривать с вашим правительством. Нет, одну секунду. Подождите, подождите. Ваша правительство, которая должна разговаривать с правительством других стран. Понимаете? Дипломаты договариваются. Мы лишь только, понимаете, обеспечиваем присутствие. Территориальное присутствие, понимаете? И те задачи, которые нам поставили. Сейчас вы создаете просто угрозу. Товарищ полковник. Подождите. Вы сейчас просто прибыли сюда, создаете угрозу. Одну секунду, товарищ полковник. А если бы ваши дети стояли на грани голода? Я не знаю, понимаете? Что вы не знаете? Потому что вы все сытые, потому что у вас тут все есть, вам же плевать. У нас ничего нету, я прибыл только сюда, допустим, вчера, точнее, вчера ночью прибыл сюда только, понимаете? Для прохождения службы, в ваших интересах. Я же не знаю, как она решится, ситуация завтра, через неделю, понимаете? Вы сейчас просто ее обостряете. А мы знаем, что через неделю у нас будут... Вы сейчас обостряете, понимаете? Одну секунду. Вы создаете... Дайте нам, дайте нам, дайте нам, понимаете? Мы здесь, почему находимся? Что означает дайте нам? мы перекроем вам все входы-выходы у вас будет только право выезжать для чего если надо для чего ну для чего скажите отвечаю на вопрос о вы этим добьетесь отвечаю на вопрос чтобы владимир владимирович проснулся и задумался о том что в карабахе 120 тысяч которых он загнал почему вы считаете что через нас нужно воздействовать мы к личному составу не имеем никаких претензий через ваше правительство не пытались допустим разговаривать через наш результат разговора отвечаю на вопрос результат переговоров через наше правительство привело к тому чтоб к чему привело сейчас ситуация в карабахе сложная критическая она грозит перейти в массовый тотальный голод сага означает детские смерти детей мы у нашей уже карабахе зачастились случаи когда беременные женщины теряют своих детей нерожденных это все ваша заслуга не нашли на что это это ваше упущение вашу пусть это ваше государство понимаете ваша государство подождите одну секунду мы разговариваем правовых нормах или просто у кого что это за в этом маке правом есть заявление 9 ноября есть правых нормах извините тогда уже разговаривайте на дипломатическом уровне секунду есть заявление от 9 ноября или нет все хорошо понимаете уберите машину уберите уберите пожалуйста машину не получится и прекратите откройте лачинский коридор уберите мы не откроем лачинский коридор потому что мы его не закрывали вы знаете кто его закрыл а ваша обязанность а наша обязанность максимально обеспечить безопасность безопасность понимаете выбор вы просто провоцируйте давайте я говорю одну 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 не вооруженную мы сюда одну одну мы не знаем на знаете не знаете мне без разницы понимаете вы постоянно обостряете обстановку людей которые нас за идиотом держите одну секунду я говорю 120 людей 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 которые прибыли в ваших интересах которые находятся вне своих семей здесь тоже так же не кричи только давай тихо я разговариваю на стол тоник на котором вы пытаетесь разговаривать нет вы просто знаете вы такие одну секунду одну секунду вы уберите я дыгод берем это морберите к не уберем и камаз не уберем и камаз одну секунду мы вас послушали мы вас послушали не осваивать вы не слышите мне не абсолютно контроль над лачинским коридором еще раз заявлению девятого ноября затем вопрос затем контроль над лачинским коридором по заявлению от 9 ноября. Вы читали заявление от 9 ноября? Контроль над Лачинским калидором. За кем? Ну поймите правильно. Кто вы такой? Чтобы я с вами разговаривал в таком уровне. Вы просто прибыли сюда как гражданин. Хорошо и разговаривайте в масштабе своей силе. Со своим правительством разговаривайте. Слушай. Не слушай. Хорошо, слушайте. Товарищ полковник. Одну секунду. Вы говорите, чтобы мы разговаривали с нашим правительством. Я задаю конкретный вопрос. Кто ты такой? Я говорю, я отец двоих детей. Хорошо. Я отец двоих детей. Дай довершить. Но вы дома находитесь, а я прибыл сюда в ваших интересах. Вы прибыли сюда, но действуете в интересах Азербайджана. Вы совместно с Азербайджаном... Если нас тут не было бы. Вы знаете, что было бы. Отвечаю на вопрос. Надо было в 20-м году... Отвечаю на вопрос. Вот ты задал вопрос. Я тебя послушал. Ты меня послушай, пожалуйста. Да? Если бы у вас не было... В 2000... Я без оружия, ребят, не нужно еще думать... Оружием, оружием. Мне... Все, хорошо. Хорошо, что без разницы. Если бы... Да, хорошо. Одну секунду. Если бы вы не приехали сюда в 2020-м году, мы бы 30 тысяч мужчин вооруженных, военных, попали бы в окружение. Нам устраивает такое окружение, когда тут были одни мужчины, чем то, которое вы нас загнали. Ту войну, которую вы ведете совместно с Азербайджаном против нас, это хуже, чем ситуация от 9 ноября. Понятно? То есть вы нам ничем не помогли, кроме того, что загнали 120 тысяч в окружении, и теперь пытаетесь умолить нас голодом. Ваше руководство, Владимир, Владимир Путин обещал, что в Нагорном Карабахе будут жить армяне и будут жить достойно. Ну, где тут везде достойную, а потом даже и жизни не будет. Вы пришли здесь поставить всех перед голодом для того, чтобы исполнять приказы или поручения Эрдогана, может быть, Салеевым, нам не важно, они оба террористы. И вы выполняете совместно с ними по факту, по факту, совместно с ними выполняете террористическую деятельность. У меня на это есть всякие основания. Давайте, мы как, с чем к вам пришли 4 числа. Я говорю, ребят, понимаем, что мы не пришли, что знаете, вот давайте за нас сделайте то или другое. Я говорю, давайте сделаем вместе. Как мы можем, как мы можем совместными силами открыть коридор, чтобы наши дети и вообще наш народ имел право на свободное передвижение, право на питание и на элементарное, и на жизнь, я так скажу. Чем мы можем вместе, совместными силами? Как мы можем это? Что от нас зависит? Скажите, мы тоже сделаем. Нужно вооружиться? Вооружимся. Как нужно? Мы предложили другой Ваня. Мы сказали, если вы обязаны обеспечить нашу безопасность по Лачинскому коридору, мы собираемся всем народом и вместе с вами едем на этот мост, убираем оттуда этих террористов, которые захватили этот мост, и убираем террористов, которые захватили, одну секунду, дорогу в Шуши. по вашему разрешению, это генерал Болков открыл калитку и пустил туда азербайджанское, не знаю, как их назвать, вооруженные силы или террористические силы, не важно. Это с вашего попустительства там теперь стоят азербайджанцы. Вы нам говорите, что миротворцы обязаны проверять, чтобы мы были без оружия. Мы и без этого, честно говоря, так и было задумано, чтобы мы мирно туда пошли. Ну хорошо, мы без оружия, тогда давайте вы вместе с нами поездите. Потому что на Волочинском коридоре, кроме русских миротворцев, никто не имеет права нас проверять. Согласно заявлению от 9 ноября. Окей? Теперь все это нарушено. Вы говорите, это наша вина. В чем наша вина? И не... Наезжают БТР, вот как они себя ведут. Вот. Говорят, что мы проедем БТР через машину, в которой я сижу. Вот такие у нас. Вот товарищ Сазонов, товарищ полковник. О, смотрите, как они БТР... машину перегоняют. Ну, 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 ну. Друзья, Сазонов, 6 числа вы сказали, что у вас не предусмотрено обеспечивать безопасность мирных акций по... по Налачийскому коридоре. Отхотел. Давай, давай. О, о, единственный раз миротворцы применили боевую технику и то против мирного населения. Кошмар, и смех, и грех. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну, интересно, как товарищ Ленцов, как он спит, зная, что загнанные в плен люди скоро окажутся на грани голода 30 тысяч детей, и того 120 тысяч населения спит со сытым желудком, с сытым животом, спокойно себе, а его миротворцы, видите, вот чудят тут, чудят, они нам видите ли, видите ли, это в ответ на наш процесс, то, что они закрыли Лачинский коридор, а закрыли Лачинский коридор именно они, потому что они пустили туда азербайджанцев, место, где эти экоактивисты там что-то чудили. Это полковник, генерал Волков пустил туда, пустил туда азербайджанцев, перекрыл нам коридор, теперь мы перекрыли им въезд, видите, как они сопротивляются, если бы также сопротивлялись, чтобы открыть коридор, коридор был бы открыт, и народ Нагорного Карабаха так бы не страдал, так бы не страдал. но у нас миротворцы сильные говорят, вы не знаете, кто такой русский солдат и таскает машину. Слушай, русский солдат должен выполнять приказы Верховного Главнокомандующего и заявление от 9 ноября, под которым подписано как раз со стороны их Верховного Главнокомандующего. Чего они делать не не собираются и вся вина на их совести вся вина за то, что люди страдают, за то, что неполноценное питание, за то, что обмороки и выкидыши у да не шуми обмороки и выкидыши у у у беременных женщин вот это их заслуга они не исполняют взятые на себя обязательства Что ты делаешь? Ну видите так как тут дерзко двигаются А что лачинский коридор открыть слабо? Да? Это приказ Ленцова генерал-полковник Ленцова отдают такие приказы молодцы молодцы а совесть а совесть а совести никакой стыд и позор стыд и позор ничего не скажешь значит вот здесь мы можем остановить машину я правильно понимаю это ли товарищ подполковник вот эта линия да вы говорите вот вы ее сюда поставили ну значит машину мы пригоним сюда и думаю вопросов не должно быть ну видите ли они спрашивают а кто вам заплатил это же нужно быть таким оторванным от реальности чтобы им казалось что нам должны заплатить за то чтобы мы боролись за право на жизнь наших детей и нашего народа который стоит не то что уже перед угрозой геноцида а белый геноцид он уже запущен он уйдет а тотально тотальный грядущий голод будет самым настоящим кошмаром и который останется на совести ихнего президента Путина больше ничего сказать их удивляет что люди загнанные в плен борются за за свою свободу за свою жизнь вот такие у них соображения у миротворцев ну хорошо остановись закрой дорогу как надо все равно я сказал этот вход будет перекрыт и он перекрыт перекрыт еще более мощной техникой во теперь мы знаем как перекрывать ваши входы и выходы достаточно легковушку какую-нибудь поставить вы БТР пригоните так и будем делать так и будем делать ну вот ну вот я просто вот эта фраза толкают машину говорит вы не знаете русского солдата ой это останется в истории вот они как машина толкают да отлично отлично что вы водить не можете БТР ваши старые дряхлые полчаса назад представляете если экстренно нужно будет выехать они я прошу без мата нас слушает весь армянский народ а у нас не принято при женщинах материться как русские управляют техникой мне нравится это вы что после бутылки тутовки я не понимаю с утра что закройте камеру уберите нет рот не закроем камеру не уберем пока вы не откроете лачинский коридор и прошу и прошу быть корректным потому что я тоже прошу вас но я тебе не говорил что закрой рот теперь ты мне заставляешь чтобы я сказал сам закрой рот нравится тебе так о о о о о хорошо хорошо все ребят закончили все финиш ну хорошо тайм аут